Итак, что я хотел донести до вас на протяжении всей этой недели. Есть некая модель о спасении и искуплении, которая произошла в истории еврейского народа. Это модель невероятного явления божественной силы и власти, сверхъестественной декларации его силы на земле, которая послужила созданием в конечном итоге еврейского народа, избавлением из египетского рабства и созданием еврейского народа. История исхода – это история, к которой мы обращаемся на протяжении больше 3300 лет. Это история, без которой нас бы не было как народа. Если вы обратитесь к истории открытия Америки… Сколько ее там лет назад открыли? Придко 500 лет. Коумб. Еще один шутник. То у меня к вам вопрос. Это достаточно серьезные события в истории человечества? На самом деле, да. Америка серьезная держава, влияет на процессы какие-то. Скажите, ну вы знаете день, когда Коумб отчалил на открытие Америки? А вы знаете, сколько там людей было в его команде? А знаете меню последнего ужина? Не знаю. А зачем вы знаете меню последнего ужина в Египте? Точно знаете дату? И меню не меняется до сегодняшнего дня. Да, но прошло больше 3300 лет. И мы знаем точный день. Межвечерие с 14 на 15. Мы знаем точно, что мы ели тогда. Мы знаем, сколько нас точно вышло. И что там происходило, мы знаем точно. Почему? Потому что каждый год мы вспоминаем об этом. И Бог даровал нам эту привилегию и честь вспоминать об этом. Для того, чтобы когда мы рассказываем, мы узнали, что Он есть Господь. Достаточно странное место, которое мы можем прочитать в 10 главе книги Исхода. 10 глава книги Исхода. Очень странное повеление. Да, читаем. Что написано? 10 глава книги Исхода. 1 стихи. Прочитаем, все будет понятно. И сказал Господь Моисея, Войди к фараону, ибо я отельчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сие знамения мои. И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которых я показал в нем. И чтобы вы знали, что я Господь. Спасибо. Вообще, все это я затеял для того, чтобы тебе было, что детям рассказывать. Я когда прочитал, я вообще, что происходит. Вот этот вот весь здоровый кипиш был затеян, что мне было, что детям рассказывать. У меня когда-то было такое, что мне надо было проводить в неделю по 7-8 седеров. И вы знаете, ну история, в общем-то, за последние 3300 лет с лишним не поменялась. Сценарий один и тот же. Представляете себе? Ну, ведущий пасхального сайта, он рассказывает историю об исходе. Ну, когда вы это делаете раз в году, это еще туда-сюда. А когда вы делаете это 7 раз подряд, ну и что нового можно придумать, извините, пожалуйста. Ничего, события же непонятные. То есть порядок понятен, все понятно. Но там удивительные вещи написаны. Кто поймет, что там надо было понять? Второй стих. Конец этого стиха. Тогда. Я показал в нем, чтобы вы знали, что я Господь. Чтобы вы знали, что я Господь. Я не понял. Когда вы об этом узнаете? Когда будете рассказывать? И для меня это было так, я не понял. Он обращается к людям, которые в этом участвовали. Которые видели все это своими глазами. Глазами переживали, видели. Это все происходило вокруг них. Он говорит, что вы еще не поняли, что я Бог. Поймете. Когда будете рассказывать. И тогда я понял, что, оказывается, неплохое занятие. Помогает понять. Причем не слушающим. Как-то все поменялось. Вот с тех пор у меня как-то с Эдером все поменялось. Мне как-то стало легче. Я начал что-то понимать. Не могу, конечно, сказать, что я много понял. Но что-то я начал понимать, когда я начал рассказывать. И это удивительная декларация силы, могущества, величия Божьего. Когда он восстал на защиту своего народа. И вывел их из земли рабства. И повел их в землю обетованию. Она очень интересная как модель искупления. И эта модель накладывается на личную жизнь каждого человека. Каждому человеку кто-то приходит и начинает говорить то же, что говорил Маше. Что-то непонятное. И каждому человеку нужно поверить в то, что вот эта новость, которую он слышит, это правда. И надо поступить так, как говорит тот, кто эту новость принес. Аминь. И тогда, когда ты поверишь, начнется твой исход. И начнется твой исход для того, чтобы ты получил закон Божий. И чтобы ты научился закон Божий. Он не начнется для того, чтобы тебя избавить от Египта и сказать, все, свободен. Предоставлен сам себе. Делай, что хочешь. Не, не, не. Твой исход начнется для того, чтобы дать тебе закон. И твой исход начнется для того, чтобы ввести тебя в пустыню. И там, извините меня, что сделать? Испытать. И там испытать. И вы не поверите, это про верующих Нового Завета написано. И Христос обещает нам, что Он испытает, кто на каком основании строит. Обещает у нас испытать. И вы понимаете, что эта земля, на которой мы сегодня живем, извините, странно покажется, конечно, в пустыне. Это пустыня. Это не земля обетования. Мои хорошие, она никогда не была и не будет землей обетования. Потому что земля обетования, она в другом месте. А это пустыня. Ну, это правда. Послушайте, мы почему-то на каком-то этапе решаем, что вот сейчас закончится пустыня, и мы войдем во все обетования. Да, конечно, на небесах. Все наши обетования, они, в общем-то, на небесах, они на этой земле. А эта земля, это, извините меня, пустыня. И все, что на ней, разгорит. Кактус. Можно так сказать. Хотя в той пустыне кактусов не было. Я понятно говорю? И нам надо совершить некий путь, пройдя эту пустыню для того, чтобы войти в землю обетования. Пустыня не является целью нашего путешествия. Но для того, чтобы войти в землю обетования, надо совершить это путешествие. Или путь пройти этот. И тогда в конце мы войдем в землю нашего обетования. И получим все, что он нам оставил в наследстве. Такие да. Теперь выяснили, что 22. Ну да, 22. Ну что, 22. Я как-то напрягся, я уже жжу. Думаю, о чем здесь режешься? Спасибо. Ты на всякий случай говорила. Откровение 22 глава. Извините, это ваш раввинник. Да, рыба. Хорошо. Сейчас заканчиваем. Шеф сказал заканчивать. Итак, понятна модель? И это все мы видим в исходе. И вам нужно уразуметь спасение в прощении грехов. И вам нужно уразуметь, что есть две части в спасении, открытые вам лично и обетованные всему народу Израиля. Две части. И они знали об обоих, но были сконцентрированы не на личном, а народном. Ну и нам надо помнить об этих двух. Аминь. Поэтому, друзья мои, в общем-то, я буду разговаривать с вашим деканом. Судя по всему, тему причинно-следственных связей, греха, последствий, смерти, нам придется с вами пройти еще разок. Потому что я удивился, честно говоря. Но судя по всему, у вас на следующей неделе учит вас, насколько я знаю, Валентин Романович. Так что поздравляю вас. Схематично, я думаю, мы все же разобрали тему под названием «Искупление». И я думаю, что вы увидели некие параллели в этой теме между Синайским Заветом и Новым Заветом. И понятно, да, мы провели некие параллели. Мы не провели знаки тождества или равенства. Мы говорим о том, что, безусловно, то, что произошло в Новом Завете, превосходней, имеет совсем другое качество и значение для нас. Но мы сказали о том, что посмотрите на образы. И, ну, глядя на образы, я думаю, что вы увидели нечто новое для себя не только в том Завете, но и в этом. Аминь.